Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. И вот я тоже со многими знакомыми говорю, и они жалуются тоже на то, что нарушается сон в последнее время. И тут действительно иногда хочется сказать, какой тут сон. Тут иногда послушали эти новости, что называется, жить не хочется, потому что вот мы два года, как раз исполнилось в этом месяце два года, как мы находились в этой ковидной пандемии, чуть-чуть стало лучше, эпидемиологическая ситуация, и тут война в Европе. Да, и опять-таки вот эти все страшные новости, тут даже люди с крепкими нервной системой то сдают. Я знаю, что недавно его проведен опрос, я так понимаю, Мэн и Саптека вместе с социологами проводили опрос, который показал, что, как это может быть покажется многим странным, что довольно большое число молодых людей тоже сейчас жалуются на бессонницу или на прерывистый сон, на беспокойный сон. Вот, может быть, несколько слов об этом, насколько сейчас эта проблема актуальна, а потом постепенно перейдем к тому, что же делать. Хорошо, значит, действительно проблема актуальна, она становится как бы, скажем так, ухудшается вот этой ситуацией, потому что нельзя, конечно, сказать, что сон это отдельно от всех остальных симптомов, которые связаны в первую очередь с пандемией и потом, конечно, с этой войной. Это есть, то есть, как один из симптомов связан с тревогой, то есть, ну и, скажем так, очень многие обращаются на помощь, то есть, и тут еще надо сказать, что важно не только вот количество, как бы, сна, но и качество. То есть, и даже если люди вроде бы как-нибудь спят, то есть, ночью все равно, как бы, они не чувствуют себя выспавшими, то есть, на следующий день, то есть, конечно, и сильно страдает работоспособность, то есть, способность концентрироваться, как бы, делать все необходимые вещи, то есть, в ежедневной жизни, конечно, это все очень тревожно на самом деле. Да, вот если мы говорим вообще о нарушении сна, я так понимаю, что надо ее как-то разделить, вот эти нарушения, да, это может быть нарушение глубокого сна, там, прерывистый сон, поверхность, может быть, несколько слов об этом. То есть, конечно, то, что мы сейчас говорим о сне, в связи с этой ситуацией, это, скорее всего, это бессонница, то есть, больше всего, но это только одна из всех, одна сторона всех проблем со сном, которые связаны. То есть, есть и другие серьезные заболевания, когда, то есть, излишняя сна, то есть, большая сонливость, то есть, днем, несмотря на то, что человек... Человек в воде бы испался, да? Да, в воде бы испался, да. Есть такие заболевания, которые напрямую касаются, то есть, центральной нервной системы, где просто нарушены, то есть, нарушена, на самом деле, регуляция, то есть, цикла сна. То есть, например, болезнь нарколепсии, которая связана, то есть, с большой такой сонливость днем, когда человек может реально уснуть, когда выполняет, то есть, или останавливает на работе на 5 минут, присаживает и все, как бы усыпается. И это уже серьезный симптом, в принципе, да? Конечно, да, то есть, и то есть, проблема в том, что если человек есть бессонница, он понимает, что-то не так, да? То есть, если есть большая сонливость в день, то есть, мало кто задумывается, что это реально может быть отдельная болезнь, которую надо специальными методами диагностировать, да? То есть, проводить обследование сна, и то есть, мало кто знает, что есть, на самом деле, потом еще и лечение соответствующее. Поэтому я бы сказал, что вот мы можем все болезни, то есть, и проблемы со сном поделить, то есть, на двух частях. Есть примеры, то есть, проблемы, то есть, с регуляцией цикла сна, есть, то есть, есть проблемы со сном, которые связаны, как бы, с другими проблемами, например, с той же самой тревогой. Когда то есть проблемы со сном, то есть, один лишь из всех симптомов, да, то есть, и, то есть, конечно, потом, если у вас есть эти проблемы, то есть, вы, у вас есть ощущение, что действительно есть какие-то основные нарушения, вот, в плане, то есть, ритма, то есть, ежедневного, то есть, и цикла сна, то есть, тут уже надо однозначно обратиться к специалистам, которые работают с этими проблемами по поводу сна, да, потому что, действительно, там просто нельзя сразу ставить какое-то лечение, надо понять, что это за проблемы со сном по клиническими признаками, и потом еще надо проводить специальные обследования, то есть, например, полисомнографии, где в специальных, то есть, центрах, например, как и ВЦА, мы проводим эти обследования, то есть, пациент, то есть, мы, то есть, под наблюдением мы ведем запись, то есть, активность головного мозга, чтобы посмотреть, какая фаза сна, как долго, и так. Ну, это, я так понимаю, более сложная, чем энцефалограмма, да, так, чтобы люди понимали, да? Да, то есть, это немножко другая, потому что энцефалограмма – это для того, чтобы определить, есть ли… Ощеги поражения, да. Да, да, активность связанности эпилепсии, и здесь нам интересует, какая фаза сна, то есть, это немножко другое. Да, вот все-таки, если мы говорим о том, что нет хронических заболеваний, предположим, да, и просто человек в последнее время очень беспокойно спит, может ли быть это связано, к примеру, ну, вот, как у большинства людей ритм, да, вот мы сейчас говорим о людях активном возрасте, которые работают. Да. Чаще всего они, вот, приходят домой, понятно, там, ужинают, да, если они поздно приходят с работы, да, и вот просмотр новостей, вообще событий происходит уже не в рабочее время, а дома, это часов в 7, в 8, в 9, иногда в 10, перед сном, да, наверное, это тоже влияет, потому что, ну, к сожалению, ничего позитивного у нас в новостях не передают, да. Даже, даже до этих всех тревожных событий, то есть, до войны, скажем так, было так, мы все знаем, что по поводу мобильных телефонов, по поводу пользования социальных сетей рекомендуется, то есть, как минимум полчаса до сна, то есть... Зарешать это. Зарешать, да. Ну, как мы знаем, это происходит обычно, или часто это происходит, наоборот, напрямую перед сном. Абсолютно, люди ложатся в кровати, тогда начинают в смартфоне что-то читать и переписываться и так далее. Да, вроде бы это происходит естественно, но одна из, то есть, рекомендаций по поводу гигиены сна говорит о том, что надо создавать обстоятельства для того, чтобы уснуть, да, чтобы не было как, или было как возможно, как можно меньше внешних раздражителей, которые, то есть, не дают головной мозг отдохнуть. Да, вот этот вопрос, наверное, кто-то может посчитать уже не очень актуальный. Время от времени, вы помните, возникали такие дискуссии, что вот перевод часов вперед или назад на час, который у нас происходит по-прежнему, и скоро как раз вот в конце марта он опять будет произведен на час вперед, что все-таки он тоже влияет как на биоритм. Или вы думаете, что это чуть-чуть преувеличение? Я думаю, что на часть людей это реально влияет, не на всех, есть частное население, которое действительно очень хорошо это переносит, а быстро к этому адаптируется. Ну, я могу сказать, что, во-первых, не все, то есть, животные могут к этому адаптироваться, например, люди знают, что те, которые выгуляют собаку, они знают, что они будут требовать это по-другому, то есть, в другое время, не по тем временам, когда уже перевели часы. А действительно, как бы, поэтому я бы хотел сказать, что действительно, это перевод, это только из-за каких-то экономических, действительно, как бы проблем и причин, то есть, и поэтому есть уже часть, то есть, стран, даже в Европу, которые уже это никак бы не переводят, то есть, ну, и, конечно, надо смотреть, действительно, какая это имеет, какое экономическое влияние это имеет, ну, то есть, я бы сказал, что, как бы, для людей это, ну, я бы сказал, лучше этого не делать, то есть, ну, если нет оснований экономических. Да. Что касается еще, если мы говорим о нарушении сна или сонливости, чаще всего это связано, если мы, опять-таки, не берем какую-то патологию, да, это связано с тем, что, может быть, зачастую люди нарушают какой-то привычный ритм, не знаю, очень поздно ложатся. Да. И рано встают, да, потому что у них разные неотложные дела, и в то же самое время они привыкли ложиться поздно, и получается, что вот эти 6-7 часов организму, видимо, недостаточно, и усталость накапливается. Да, ну, естественно, такое может быть, но я бы сказал, что если действительно каждый, ну, или больше, то действительно, как бы, получили там 6-7 часов сна, это было бы уже неплохо. На самом деле, я думаю, что больше страдает действительно это качество сна, чем количество, поэтому в первую очередь надо позаботиться, то есть о качестве, то есть, потому что такие исследования есть, но если, например, человеку, там, дать выспаться там 9 часов, но при этом разбудить несколько раз, то есть в течение ночи, то есть он будет, как бы, он будет себя чувствовать намного хуже, чем тот, кто спал подряд 6 часов, например. Вы абсолютно правы, вот почему, но это может быть другая тема, очень часто молодые родители страдают от этого, потому что ребёнок просыпается там по несколько раз, вроде бы они в общей сложности потом спят до 11, до 12, но всё равно они себя чувствуют разбитыми, не выспавшимися, именно потому что их вот ночь пробуждает по 2-3 раза. Да, да. То есть я могу ещё приводить пример из этих реальных проблем со сном, как, например, нарколепсия, там люди очень много спят, но при этом они не чувствуют себя выспавшимися, и что мы увидим в этих обследованиях сна, что там реально нарушены эти фазы сна, то есть глубокий сон намного меньше, чем он должен быть. То есть я только, вот такой пример мы можем переводить на этих более простых проблем со сном, то есть действительно. Да. Вот всё-таки, когда Вы бы посоветовали уже задуматься о том, что надо обратиться к специалисту, к примеру, так сказать, неврологу или там Ваш Центр, ВСЛИБС Центр Априньбы, когда вот уже мало сказать, что Вы знаете, Вы там, не знаю, меньше смотрите новостей, или там лучше высыпайтесь, а уже здесь без помощи специалиста не обойтись? Я бы сказал, что когда Вы чувствуете, что уже вот эти проблемы, то есть они уже какое-то длительное время, это не один ночь, то есть это уже какой-то, например, как минимум неделя, и это один момент, и то есть Вы чувствуете, что это реально влияет на Вашу качество жизни и на Вашу работоспособность, то есть тогда уже понятно, что это дело серьёзное. Ну вот многие, может быть, потому что стереотип или потому что им Гугл помогает, ведь у нас очень многие сейчас любят, к сожалению, лечиться по Гуглу, да, что-то прочитать, какие-то симптомы вести, им кажется, что вот теперь они понимают, что происходит. И многие боятся, что если они обратятся к врачу, что всё закончится, ну, как они чувствуют, там, не знаю, таблетками, а-ля снотворные, так сказать, или связанные вот с таблетками, которые дают, к примеру, от депрессии, да, и потом они вот с этих таблеток, как говорят люди простым языком, не смогут слезть, то есть потом они вообще не смогут спать без антидепрессантов или без снотворных, или в комбинации снотворные с антидепрессантами. Что я хочу сказать, что цель лечения, это не то, чтобы поставить какую-то таблетку и так далее, это улучшение качества жизни, да, то есть… Это нужно понимать, прежде всего. Это, прежде всего, это не то, что… Я иногда говорю с вами про это, оставляйте диагнозы врачам, давайте, вот, расскажите свои симптомы, давайте подумаем, как мы можем улучшить ваш качество жизни, то есть… Вот это, прежде всего, не диагноз, да, так сказать, а улучшить качество жизни. Да, то есть, и скажем так, что на самом деле, понимаете, если вы страдаете, если действительно медикаментозное лечение нужно, то есть лучше тогда применять. Но я хочу сказать, что есть очень много, то есть, методов, как можно помочь улучшить, то есть, качество сна без, то есть, медикаментов. Есть, например, если у вас большая тревога и так далее, применяется психотерапия, например, очень как бы… И эффективно, да? Да, например, да, те же самые, то есть, есть средства, которые, например, как меламелтонин, гормон, то есть, сна, то есть, он применяется, то есть, не дает такие побочные явления привыкания, как и медикаменты для… То есть, снотворные типичные, да, поэтому есть очень много, то есть, вариантов, то есть, кроме медикаментов на лечении. Но в то же время, если специалисту понятно, что ситуация довольно-таки серьезная, и действительно здесь требуется лечение, лучше применять, чем это тянуть. И человек просто будет мучиться, да? Да, потому что, да, будет мучиться, да, и это, если мы запускаем эту ситуацию как бы очень длительно, то есть, тогда, конечно, решать это будет еще сложнее, то есть. Да, вот еще такой вопрос, который я хотел задать в этой связи, вот ведь зачастую, как я понимаю, беспокойный сон еще и следствием какого-то стресса хронического, да, ну, не знаю, какие-то неприятности на работе, в семье. Это даже не смысл, что человек насмотрелся эти новости про военные действия или про COVID, а вот просто какой-то длительный стресс, который сначала, как это обычно, все происходит постепенно, и человек только не высыпается в какой-то отдельные дни, а потом он просто не может заснуть или очень плохо спит, ему снятся какие-то, не знаю, страшные сны, видимо, как последствия длительного стресса. Да, такое может быть, и это часто встречается, и как ни странно, это встречается у людей, которые вроде бы себя очень хорошо контролируют ежедневную жизнь, и они тоже могут собраться, чтобы выполнять свои ежедневные моменты по работе, личной жизни и так далее. Им кажется, что вроде бы они справляются. Да, то есть, и они, ну, по сути, что происходит в долгом периоде, они справляются хуже, то есть, и, конечно, организм, то есть, и нервная система об этом дает знать, что на самом деле люди не справляются, и все эти отрицательные эмоции, то есть переживания и так далее, они скапливаются, то есть, и иногда дает знать, да, в плане, не только в плане каких-то, то есть таких простых симптомов, как, например, там, какие-то тахикардии, там, и там, какие-то, а может быть, даже более серьезные симптомы, то есть, если это долго как бы затянуть. То есть, поэтому я еще раз подчеркиваю, что есть методики, которые, конечно, их надо применять длительно, как, например, психотерапия, но она реально дает эффект, да, то есть. И я иногда своим пациентам говорю, что, слушайте, ну, в США, например, психотерапию используют, чтобы улучшить там результаты по бизнесу, почему надо это воспринимать как лечение, или как, то есть, не надо себе как больного, то есть, принимаете, то есть, реально, мы просто это воспринимаем как, лучше, как метод для улучшения качества жизни. Да, ну вот еще, наверное, есть проблема, по крайней мере, многие ученые об этом говорят, и медики сами, что есть COVID, а есть пост-COVID, да, и когда уже пандемия будет позади, мы все на это надеемся, что вот-вот в конце марта, в начале апреля, может быть, этот COVID даст нам передышку до осени, кто-то говорит, что, может быть, это будет как сезонный вирус, но это, наверное, другая тема. Но, тем не менее, последствия для человека, который переболел, в основном, может быть, даже еще более для того, кто не был вакцинирован и переболел тяжело, или даже, может быть, ему кажется, что он переболел достаточно легко, но последствия остаются. Для многих, я так понимаю, органов и систем очень неблагоприятные последствия, в том числе и с точки зрения, наверное, вашей сферы неврологии. Можно ли говорить, что есть так называемый пост-COVID-ный синдром, когда это не один симптом, а сразу несколько? Однозначно, то есть, я смотрю на своих амбулаторных приемов, я вижу, что какой-то месяц тому назад точно половина из пациентов у меня были с жалобами по поводу последствий после COVID или такого long COVID или длительного COVID, да, то есть, и такие проблемы действительно есть. То есть, они не всегда сразу, то есть, настолько видны и ясны, потому что COVID действует действительно как бы, он не нарушает там какую-то одну центр головного мозга, оно действует как бы немножко, так сказать, на вес центральной нервной системы, так как и на периферичке, да, и то есть эти, то есть, нарушения можно показать таким мелким, как, например, проблемы с памятью, проблемы с концентрированием, нарушением настроения и так далее. Но если смотреть, то есть, на качество жизни в целом, особенно у молодых людей, конечно, это сильно влияет на это, то есть и... То есть, им тяжело концентрироваться, тяжело выполнять свои рабочие обязанности. Да, то есть, мы же, наши ожидания по качеству жизни, надо смотреть соответственно, то есть, нашему, то есть, возрасту. То есть, если молодой, активный человек, конечно, потребность, то есть, функции головного мозга тоже как бы выше, то есть, соответственно. Конечно, да. Поэтому они есть, то есть, их очень трудно исследовать, потому что нету таких шкал, нету таких каких-то обследований, которые бы показали, то есть, вот это нарушение. Тем не менее, уже проводятся исследования, то есть, например, в Великобритании есть вот это исследование, которое там обубликовано в журнале Nature, который говорит о том, что ковид просто усиливает процесс старения, то есть, в течение пандемии можно сказать, что этот процесс старения ускорился как минимум два раза, то есть. Но это видно по сокращению объема, то есть, головного мозга, который является как бы нормальным процессом, часто нормальным процессом старения, но здесь просто происходит быстрее. И, конечно, там нету таких явных симптомов, но сказать, что нету последствий в плане качества жизни, нет, нельзя. Вот, наверное, еще одна проблема, она, может быть, напрямую не связана с ковидом или, может быть, с проблемой сна, а с тем, что очень долго, и, кстати, многие по-прежнему работали, что называется, на удаленке виртуально, да? И вроде бы, с одной стороны, казалось бы, ну что ж, дома, в домашней обстановке, даже меньше стресса, не надо ехать на работу, но, как оказалось, стресса, во-первых, очень много, потому что люди, оказываясь в за кто-то пространстве, очень тяжело сконцентрироваться, допустим, у тех, у кого семья, им надо и семьей заниматься, и детьми, и учебу удаленно, и рабочие обязанности выполнять, и еще, конечно, люди стали еще меньше двигаться из-за этого, да? И я так понимаю, что возникли, наверное, проблемы, я думаю, у вас такие пациенты есть, у которых все, что связано вот с позвоночником, с шеей, возникли тоже серьезные проблемы и обострения. Да, действительно, такое явление я вижу, это очень распространенная проблема, то есть, действительно, люди говорят, что у меня вот сейчас активность физическая намного меньше, чем до пандемии, да? То есть, и даже, когда уже отменили вот эти все, или многих из ограничений по поводу посещения каких-то клубов, спорта и так далее, тем не менее, вот это трудно опять в привычку поставить за это физическую активность, которая, конечно, очень важна, то есть, и еще важно понять, что физическая активность, это не только мышцы, не только там состояние, то есть, тела и так далее, то есть, это намного больше, значит, потому что, когда мы занимаемся какой-то физической активностью, то есть, то есть, это умеренная физическая нагрузка дает изменение, то есть, настроение, то есть, поэтому, то есть, например, если отсутствует физическая нагрузка, то можно просто вызвать какой-то подавленный депрессивный симптом. Да, вот такого, я хочу задать, возвращаясь, может быть, к этой основной теме сегодняшнего нашего разговора, все, что связано вот с нарушением сна, все-таки по вашему опыту, сколько времени занимает этот процесс, ну, лечения или восстановления человека, если у него нет вот патологии какой-то серьезной, да, я не знаю, это неделя, две, три месяц, потому что, ну, как бы люди хотят вернуть себе качество жизни и говорят, слушайте, ну, я уже почти месяц не сплю, вот сколько мне еще терпеть? Я бы сказал, что, конечно, результат лечения напрямую зависит от того, как долго для начала, до начала, то есть, лечения были, присутствовали симптомы, то есть, да, да, конечно, если это уже полгода, год, это, соответственно, примерно так, столько же понадобится время, чтобы восстановить, ну, если, конечно, какие-то улучшения, может быть, уже в начале, то есть, лечения, но, тем не менее, это может быть и очень лечения. Если мы говорим, действительно, о развитии, скажем так, неврологии, ну, как науки и фармакологии, что очень, наверное, важно, все-таки, учитывая, ну, вот, ваш опыт, и понятно, что врачи сейчас, что называется, образование, вот, в процессе всей профессии, нужно все время что-то читать, что-то новенькое появляется, насколько вот сейчас вот эти вот там лекарства становятся более, если так можно сказать, прогрессивные, продвинутые, может быть, с меньшими последствиями, побочными действиями для людей, я имею в виду снотворные, ну, я говорю условно снотворные, да, антидепрессанты, другие препараты, да, вот, насколько у вас большой диапазон медикаментов, которые вы могли бы оперировать и выбирать? То есть, если мы смотрим на те же самые антидепрессанты, тоже надо понять, что есть новые поколения, то есть, которые, например, то есть, в отличие от старых, не то, что подавляют когнитивную функцию, но даже, как бы, стимулируют, то есть, поэтому, понимаете, то, что было недоступно, то есть, невозможно, 15 лет тому назад, ну, или 10 лет, есть прогресс, не надо думать, что, как бы, мы стоим на то же самое место, где раньше, то есть, есть, конечно, новая группа медикаментов, то есть, она развивается, и я бы сказал, что, например, говорят те же самые антидепрессанты, лучше принимать антидепрессанты, которые решают или помогают решать проблему, то есть, с тревогой, с подавленным настроением, это лучше, чем, например, вот, принимать постоянно снотворные эти антидепрессанты, потому что к ним развивается привыкание очень быстро, это может быть, случится в течение двух недель, да, поэтому тут тоже надо специалистам этот вопрос обсуждать, то есть, и я бы хотел сказать, что помимо медикаментозной лечения развивается довольно-таки стремительно тоже не медикаментозной методой лечения, например, то же самое неростимуляции, то есть, которые я тоже применяю многим пациентам, то есть, с той же самой депрессией, то есть, и это эффективно достаточно, да, это тоже, как бы, работает в тех ситуациях, когда медикаментозное, то есть, лечение не способно. Если мы все-таки говорим о медикаментозном лечении, что многих людей пугает, даже с тем, у кого еще нет, допустим, депрессии, но есть нарушение сна, смогут ли они, параллельно принимая курс лечения, продолжать работать, потому что для людей это очень важно, они не могут просто сидеть на больничном дома и ждать, наконец, когда у них там все восстановится. Да, в большинстве случаев такое есть, что действительно можно применять эти лекарства, параллельно, то есть, работа не такой, что это как-то сильно влияет на... То есть, они могут продолжать работать и не обязательно сидеть на больничном, условно говоря. Да, учитывая то, что это будет длительное лечение, скорее всего, поэтому, ну, однозначно можно работать. То есть, вот еще, может быть, исходя из вашего опыта, насколько вы видите, что люди становятся, ну, как это сказать, ну, хотя бы условно медицинско-грамотными, что они понимают, что хорошо, что у него есть там семейный врач, это все хорошо, но иногда нужно обращаться вот к более узким специалистам, к примеру, с нарушением сна, к неврологам, при всем уважении к семейным врачам, и это, во-первых, разгрузит чуть-чуть семейных врачей, во-вторых, ну, все-таки позволит получить более такое специфическое профессиональное лечение, потому что, опять-таки, при всем уважении к семейным врачам, ну, нельзя знать все. Я бы хотел сказать, что нам надо работать, то есть, в двух направлениях. То есть, одно направление – это, условно, то есть, иметь специалистов, которые узкая специальность, то есть, как, например, специалисты по проблемам сна, то есть, и, конечно, другое направление – это действительно дать обществу качественную информацию в плане проблем со сном, и так же, как и в других областях, чтобы люди реально сами уже поняли, то есть, иногда, вот, когда уже им надо обратиться, то есть, к помощи, то есть, потому что вот эта проблема, то, что вот нет вот этой грамотности, то есть, то есть, в плане своей здоровья – это тоже есть, ну, то есть, ну, это большая проблема, то есть, и, то есть, поэтому нам надо работать в этом направлении, потому что думать, что, действительно, мы можем проконсультировать абсолютно все пациенты, которые есть проблемы со сном, да, то есть, несмотря какие, несмотря насколько они серьезные, это невозможно просто-то, столько специалистов подготовить, да, но вот, если мы работаем, то здесь улучшают, улучшают, то есть, то есть, в обществе, то есть, в обществе, как бы, вот это понятие, иногда, в плане... Вот, что касается, вот, улучшения сна и вот все, что с этим связано, получается, что это исследование тоже показало, что в обществе был определенный стереотип, что бессонница страдает пожилые люди, да, но вот мы же помним, да, есть там, спросить людей на улице, провести опрос, просто, вот, как вы думаете, кто предрасположен к бессоннице, они скажут, ну, это люди 60+, 70+, им тяжело заснуть, да, ну, опрос показал, что это не совсем так, да? Нет, однозначно, это не так, и я бы хотел сказать, что, действительно, надо как-то более, как бы, широко на этом смотреть, и, действительно, молодые люди тоже, как бы, страдают от тех, то есть, тревожных ситуаций и событий, то, что мы видим, да, они не меньше, чем, то есть, пожилые, то есть, и даже они иногда больше информированы, то есть, они больше, как бы, больше этому следят, то есть, новостями, то есть, так, да, и поэтому, соответственно, и проблемы. Вот еще, может быть, вопрос, больше, может быть, даже не столько, как вот с темы сна, а вот с точки зрения неврологии мы зачастую вот смотрим эту статистику последней, да, вот особенности этого омикрона, да, особенности омикрона, что вот даже по госпитализированным мы видим, так, по крайней мере, говорят врачи в стационарах, что доставляют в больницу не с омикроном, как основным заболеванием, да, а омикрон обостряет какие-то заболевания, которые есть, и даже неврологические, включая инсульт, в связи с этим возникает вопрос, может ли омикрон вызвать инсульт, или, скорее всего, он просто ухудшил состояние у людей с нарушением мозгового кровообращения, я бы так сказал. — Я соглашусь с тем, что, действительно, я вижу по своим пациентам, которые имеют какое-то неврологическое и хроническое заболевание, например, эпилепсию, что действительно, если переболеть, то симптомы, то есть, например, припадки становятся более как бы частными. — Интенсивными, да? — Да, это встречается, поэтому это один из тех моментов, почему я всегда своим пациентам рекомендовал прививаться от ковида, потому что даже если есть коротковременные последствия после прививки, они в меньшей степени, чем последствия после ковида. И, действительно, ковид способен, и это не только омикроны, и предыдущие штаммы, да, вот это в том числе способны ухудшать уже имеющиеся проблемы, то есть, несмотря, то есть, неважно какая, да, действительно, это могла быть нейрологическая, это могла быть какая-то рематологическая проблема. И учитывая то, что нам же, мы не говорим о том, что вирус напрямую, не только напрямую как бы действует на нервную систему, то есть, это же еще, почему есть проблемы у молодых, потому что это есть автоиммунные реакции, то есть, излишний как бы иммунный ответ на вирус, который делает этот... То есть, это уже ответ своего организма. Да, естественно. Может быть, еще в завершении, насколько такие исследования проводятся, и меняет ли это что-то, ну вот в тактике лечения, чаще всего вот этой бессонницей, нарушением сна или сонливостью страдают там мужчины или женщины, или это особо... Я бы не сказал, что есть какая-то... Провавая такая предрасположенность, да? Нет, 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 нет. То есть, здесь никаких таких... Нет, нет, я бы не... У меня нет таких данных, чтобы они... Вот это было бы какая-то сильная разница. Что касается вообще, вот вы уже продлительно сказали, вообще, если мы говорим о такой, не знаю, может быть, государственной политике и позиции, считаете ли вы, ну, исходя из ваших пациентов, что, в принципе, с учетом постковидного синдрома, вот проблема нарушения сна и ухудшения качества жизни, она будет длительная вообще в нашей стране, и, видимо, государство нужно будет подумать, может быть, не знаю, расширить список компенсионных медикаментов, может быть, проводить какую-то, не знаю, информационную кампанию о том, что люди действительно мучаются, у них ухудшается качество жизни, это значит, ухудшается работа, не знаю, семейная жизнь, настроение, эффективность труда, все, что хотите. Да, то есть, такой, я согласен, что такую информационную кампанию действительно надо проводить, потому что, знаете, как, первое, чем страдают люди реально, которые имеют такие симптомы, тем, что их симптомов не признают, то есть, если кто-то, например, из близких говорят, что, ну, слушай, у тебя все нормально, как бы, руки, ноги шевелятся, как бы, голова вроде бы работает, но человек-то сам по себе знает, что качество жизни, работоспособность и ДРГММ, они сильно изменились, поэтому первый момент, что надо действительно делать, надо признавать, что вот такие последствия действительно они есть, что это проблема есть, потому что это больше всего люди страдают от того, что их проблемы другие отрицают, да, что, поэтому надо проводить вот действительно информационную кампанию и сказать, что такие симптомы есть, что такие симптомы типичны, и надо действительно применять все возможные меры, чтобы это как-то уменьшать. Ну что, спасибо, я думаю, что мы еще, естественно, эту тему продолжим, потому что, действительно, мы живем сейчас в такое время, когда даже у людей, как мы знаем, с крепкой нервной системой, без хронических заболеваний возникают серьезные проблемы со сном, беспокойство, нервозность, так что я думаю, что об этом мы еще будем говорить. Янис Мэднекс у нас был в прямом эфире, врач-невролог, большое спасибо. Спасибо. Слушайте радио Болтко.